С лицензией все в порядке, а вот с биографией не очень. В Москве во время рейда полицейские сдержали таксиста, который недавно освободился из колонии и находился в розыске за совершение нового преступления. И это, повторю, официальный переводчик. А вот кто тогда за рулем нелегальных такси и чем рискует пассажира? Репортаж Андрея Романова. Сразу три автомобиля под знаком остановка запрещена. Водители скучают, стоят явно не первый час. Эта точка, говорят полицейские, излюбленное место так называемых бомбил. При виде сотрудников ГИБДД шофер темно-зеленых «Жигулей» что-то убирает с лобового стекла и прячет в салоне. Вот тут все наши остановки по сладкам. Стоянка остановка запрещена какая-то. Точно больше не будет. У меня вот уже что-то не будет. Полицейские проводят осмотр машины, ищут шашечки, которые нелегалы обычно прячут под сиденьем или в багажнике. Ничего, но это только на первый взгляд. В кармане пассажирской двери кусок картона. Его-то водитель и спрятал при виде полицейских. На небольшой табличке красноречивая надпись. Скажите, вот это что обозначает свободное транспортное средство? Вот здесь в двери кого вы перевозите? Ну вы же, значит, ставите это сюда. Вы же увидели, как ставят. Ну значит, когда-то же оно здесь стоит. Когда-то будет. Прохожие, говорят, этот пожилой мужчина часто стоит здесь в ожидании. Только садятся в салон его «Жигулей» всегда разные люди. В автомобиле, который прибаркован неподалеку, тоже есть точно такая же табличка с надписью «Свободно». Судя по ней, люди занимаются нелегальным частным извозом. Давайте попробуем пообщаться с водителем и спросим, что это за табличка и для чего она ему нужна. Скажите, пожалуйста, что это за табличка и для чего она вам? Ну, может, у кого-то остался у меня. А? Может, у кого-то остался в моем машине. Шофер откровенно нервничает, жалуется на больное сердце. Вы плохо себя чувствуете? А почему вы так не понимаете? Сижу, что вы подаете? Я садюсь, да. А кого вы здесь? Кого вы здесь? Своей родной сад. Пока пожилой ловелас делился с нами подробностями личной жизни, второй водитель решил уехать от неудобных вопросов. Вот только забыл, что номер у него закрыт бумажкой. Полицейские бросились в погоню. Настигли беглеца возле торгового центра. С места стоянки водитель уехал с закрытым регистрационным знаком. Сейчас здесь уже ничего нет, но осталась резинка, за которую очень удобно цеплять бумажку. И тогда можно не опасаться штрафов за парковку в неположенном месте и часами ждать клиентов на остановке. Скорее всего, в ближайшие полгода прокатиться на зеленых жигулях у водителя не получится. Ему грозит лишение прав за езду с нечитаемыми номерами. Как только срок наказания истекает, большинство так называемых бомбил снова возвращаются к своему привычному незаконному промыслу. Порядка 30% у нас находится в полной...